Восвитая служба информации телерадио компанию Гомель у студии працуе Светлана Князева. Глядите у гэтым выпуску. Новый вектор супрацовництва. Сегодня Гомель наведывает делегация Херсонской в области Украины. Уважливо выслухать и допомогать. Юрий Шулейко провел прием грамадян у Калинковичах. Библия-нож у стилю Хогвартс и подороже с Франциском Скарином. Библиотеки завтра у вечера шакают наведывальников на уникальное свято. А зараз об гэтым и иншим больше подробязным. Президент Беларуси Александр Лукашенко различивая на активную поддержку Европейским банкам реконструкции и развития малого и среднего бизнеса в Украине. Об гэтым керавник державы заявил сёння на сустрече с президентом Европейского банка реконструкции и развития Сумой Чакрабарти. Беларусский бок готовы обмерковать и иншие проекты у тымлику у банковской сферы. Керавник державы заважил, что Беларусь и Европейский банк реконструкции и развития супрацовничают уже долгие годы. За час работы у Беларусь инвестировано каля 2 млрд долларов. Активизовать экономичные связи с Херсонской областью на воде, земле и поветры. Такая задача была поставлена сёння по час визиту делегации с гэтого украинского региона у Гомель. Отправной кропкой у наведывания областного центра стала сустреча у свободной экономичной зоне Гомель-Ратон. Тут пройшла презентация махчима ССС и технопарку. Керавництво Херсонской области затекавилось податковыми льготами и мытными преференциями, которые предоставляются резидентам. В Украине худка так само повинны з'явиться аналогичные индустриальные зоны. Тому наш опыт будет корыстным. До речи, с 80 предприемств у ССС 7 с украинским капиталом. Что течится технопарку, то подчас перомов было выказано ожидание керавництва Херсонской области зарегистровать тут своего резидента у сферы IT-технологий. Наступным пунктом у насыщенной программе стал аэропорт, где керавники Гомельской и Херсонской областей обмерковали махчимость наладить регулярные рейсы помеж двума городами. Подчас наведывания предприемства Гомсельмаш огучены ближайшие планы по открытии суместной вытворчасти сельгазтехники на территории Херсонской области. Мы предлагаем сотрудничество Гомсельмашу в том, чтобы нашу директорскую сеть, которая есть у нас по Украине, это более 20 площадок и сервисных центров, это тот опыт, который у нас есть, традиции, и тот спрос, который у нас есть в Украине на зерноуборочную технику, на другую технику, мы это объединили. И у нас есть сегодня свои государственные программы поддержки машиностроения. Соответственно, нам нужно локализация не меньше 35%. В конечном продукте Гомсельмаш тоже готов рассматривать такую поставку машинокомплектов. Соответственно, объединив эти усилия, что мы надеемся к вечеру сегодня произойдет, они уже договорятся обо всех деталях, мы запустим у нас в области сборку Гомсельмашевской техники с нашей локализацией свыше 35%. Подробязный репортаж глядите сегодня в нашем вечернем выпуску. До инших тем, на Гомельщине протягиваются выездные приемы грамадзян. Сегодня у Калинковича с жахарами района сустрелся помощник президента, инспектор по Гомельской области Юрий Шулейко. Какие проблемы хвалюют Калинковичан, ведая Олег Сентюроу. Двери Калинковичского района Канкама не зачинены ни для кого. Некто звертается сюда со своими проблемами письмова, некто телефонуя на промые и горячие линии. Во установленный законом термин, стануча вырешается кля 30% зворотов. Некоторые проблемы на кстат проведения капитальных ремонтов потребуют больше значного часу. У шма таких выпадках справа обмеживается случайной размовой. Разом с ним есть ситуация, кля стануча вырешить питание на крысь того, кто звернулся, просто немогчима. В первую очередь, это течется просьба об переглядии судовых решений. На приеме у помощника президента Жанчина, яка уже никаких годов не погаджается с решениями судов разных инстанций об самовольном захопе земли. По ссылке на то, что ни один чиновник не может это решение отменять, разумения не знаходить. Крыху позднее Юрий Шулейко погадится с думкой об тем, что разгадь зворотов об обмене с чиновниками судовых решений максимума в уголе треба спынить. Не в практике даже по законодательству вмешиваться в данную деятельность, по решению, а особенно, когда это обжаловано в высших инстанциях. Поэтому есть вопрос, который сегодня наверняка надо обсуждать и трактовать гражданам, что сегодня, приходя на прием, вопросы должны формироваться по существу. Тема такая зворотов самая розная от ремонта жилья и кошту его приватизации до организации дорожного руха. Дать одразу однозначный отказ можно не завсёды. До даткового получения потребует просьба об открытии руху машин по частности улицы Шкалова у Калинковичах. У адрозни нет человека, який эту просьбу выказал. Мясцовые жахары супрать. Кажут, что улица узкая и ещё добро памятуюсь час, когда автомобили створали тут реальную небезпеку. Каб выправить ситуацию, тады прикладли шмак намаганню. Заборы валялись постоянно, ремонтировали постоянно. Заезжали в огороды к нам. Ну тогда же меньше движения было. Тогда колхиды не ходили, самосвалы не ходили. А теперь же у людей и машин много. А вось рух по ящей одной дорозе организованной будет. Члены некаких садоводницких товариств за уластной сродки побудовали дорогу для протягивания автобусного маршрута. К нам идут скорая помощь, у нас мусор вывозят, у нас автолавка приходит. И вот эту дорогу 900 метров мы своими силами делаем ямочный ремонт. Мы сделали и кольцо, мы сделали и остановку, всё мы сделали. Автобус пригоняли несколько раз. Проходил, водители дали заключение, автобус может ходить. Разум с ним такая инициатива по неких причинах не сподобалась былому керавництву одного садоводницких кооперативов. Поколь местовая влада выучали ситуацию, нашный сезон практически завершился. Помощник президента ставить у этой справе кропку. Мы переговорим с районной властью, автобус будет ходить. Я вам практически не забираю. О, спасибо. Олег Сентяров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель» с Калинкевичем. У Чачарском районе автономный пожарный оповершальник продухилил знищение дома. Прибор с выводом сигналу на светло-гукавую приладу у Сталяванную звонку спрацаваў у доме 75-гадовой жахарки вёскі Меркуловичы. Госпадыні дома не было, а сигнал пачуў сусед. Йон і выкликаў вратавальнікаў. Дякуючы гэтаму удалося продухіліць развецё пожару. Агонь паспіў толькі пашкодзіць стены, столь і майомасць ў кухні. Причина пожару высветляецца. Одна з версій – парушэнне правилу эксплуатации электросеток і электроабсталявання. У Гомельскай в області завершаны падрыхтоўчы этап да правядзене вакцинацыі супраць грыпу. Сё літа запланована ахапіць профілактичными прышэпками не менш за 40% насеўніства Беларусі. Больш як 32% жахару в Гомельскай в області вакцинуюць бесплатна. Для гэтага будзі выкрыстовывацца вакцина Грыпол Плюс российской вытворшасці. Вакцины зараз паступаюць ў паліклінікі. Як свечыць практика минулых кампаніў, профілактичныя прышэпкі супраць грыпу добра пераносяцца як децьмі, так і дарослымі. Імунітэт формируецца апраз адзін-два тыдні. Дзені заховаецца да года. Завтра ў Беларусі будзе азначацца дзень бібліотэк. Супрацовнікі установ завершаюць апошнія прыгатаванні, каб уразіць наведвальнікаў традыцыйной бібліаночы. Магія або навука. Бібліаноч ў стылі Хогварц распачнецца ў Центральній грацкой бібліотэце ім'я Герцена ў 18.30. Наведвальніка ўчакаюць баль ў гонар 875-годзя Гомеля, тайны пакоў і незабывныя здымкі ў фотосалоні. На триспаловы гадзіны чытачы пагрузіцца ў свэт експериментав, прыгод і шараўніцтва. Разгадаюць масу загадок і рыбусав. Самые разумные паспрачаюцца ў інтэлектуальным паядынку бітвы факультэтаў. Тым часам абласная бібліотэка ім'я Ленина о 20-й гадзіні прапануе сваім наведвальнікам пагрузіцца ў вераснёвая светлая мары. Такую назву выбралі для свята сёліта. Галоная асоба юбилейнага года Франциск Скарына з допамогай кніг і експанатов выставы націянальных галоных уборов запросіць чытачоў ў займальныя інтерактивная падарожа. Акцёры-бібліотэкары пакажуць свой новый спектакль «Чорная пананя свіжа». Юнакі і дзявшаты, які прыдуць на свята, прымуць ў дзял ў театралізаваным абрадзе вяселі на фальклорной пляцовце. На літературной пляцовце маленькі очытачы пачуюць беларускія казкі ў аутарскім выкананні. У літературно-музычным салоні ўсі жадаючы змогуць пазнаёміцца з новымі творамі гомельскіх пісьменнікаў. Святочную праграму Дня Города абмяркуюць сёня гості і ведучы перадачы «Добрый вечер, гомель». У гэтаю суботу, 16 вересня, обласны центр будзе азначаць свой 875-й дзень нараджэння. У дзельнікі святочных урочыстасців залітаюць ў студую прамога эфіра, каб расказаць глядачам падрабязнасті і забрасіць да сябі на пляцовкі. Глядзіце праграму сёня ў 20.40 на тэліканалі «Беларусь-4». Далучайціся до розмовы, тэліфануйці ў студую па номары 34-22-43. Гэтаю іншай новіны вы можыці знайсці на нашам сайці ў інтернеті па адрасі www.tvrgomel.by. Далі ў ефіры «Спартывны агляд». З новіными спорту вас познайоміць Сяргей Ніхяревіч.